Тивирб, друзья! Новый год, новый формат, вы нас о нём не просили, но надеемся, вам он понравится. Рум-туры по домам смешариков и не только. А начнём мы с экскурсии по домику Бараша. Жилище Бараша – старинный средневековый замок, очевидно, подаренный герцогом, бароном или даже королём своему верному рыцарю за хорошую службу. Этим рыцарем мог быть давний предок Бараша. Рыцарский замок, вероятнее всего, в прошлом окружал глубокий водяной ров, дабы к нему не подобрались враги, от которого сейчас остался лишь небольшой ручей, проходящий насквозь замка и образующий миниатюрный фонтан слева от лицевого фасада здания. Жилище оформлено декоративными завитушками, отсылающими к образу его хозяина – Бараша. Над дверью дома висит разбитое сердце, являющееся, скорее всего, потрёпанным с годами гербом рыцарского рода Бараша. Что ж, а теперь зайдём внутрь. На входе, в углу комнаты, гостей встречают старинные рыцарские доспехи. Слева от них, вдоль стены, расположился шкаф, в котором Бараш обычно хранит свои многочисленные стихи. Рядом со шкафом, в другом углу, стоит кровать поэта. Слева от неё – тумбочка. Вдоль противоположной от шкафа стены установлен камин. Не декоративный, а самый настоящий. Часто в сериях в нём горит огонь. Кроме того, возле камина всегда лежит небольшая стопка дров, используемых для разжигания огня, в случае, если вдруг в доме резко станет холодно. Ведь центральное отопление в Ромашковой долине не проведено, да и электричества в домике Бараша нет. Поэт предпочитает освещать свою комнату свечами. И даже висящая под потолком дома люстра, также оборудована под размещение на ней именно свечей, а не лампочек. Вдоль соседней с камином стены располагается диван, на котором сидит как сам хозяин жилища, так и его гости. Ещё один элемент мебели поэта – стол, за которым, собственно, Бараш и пишет стихи. Не стоит на одном месте, а перемещается по комнате и даже покидает её пределы, в зависимости от того, с какой стороны Барашу прилетает его вдохновение. В домике Бараша можно также заметить огромные, свисающие с потолка с противоположных стен две шторы – красную и синюю, что придаёт комнате некоторую театральную атмосферу. Что ж, на этом основную экскурсию по домику Бараша можем считать законченной. С вас лайк за билет. Но, стоп, не всё так быстро. Вам не показалось, что в комнате Бараша не хватает одного очень важного элемента? Окна. Нет, не показалось. В первых сериях смешариков, когда домик Бараша показывается изнутри, в нём действительно нет окна, при том, даже в тех эпизодах, где изнутри показаны все четыре стены жилища Бараша, как, например, в эпизоде «Подарок судьбы». А вы думали, почему Бараш такой мрачный, меланхоличный и нервный всё время? Так вот, оказывается, в чём загвоздка? Без окна бедняга живёт. Впервые в комнате поэта окно появилось в серии «Как здорово сочинять стихи». Однако, художники, видимо, так и не смогли друг с другом договориться, где всё-таки это окно должно находиться. Поэтому в дальнейшем в сериях оно кочует от одного места к другому. Напротив кровати, у кровати, у камина, у шкафа, в общем, где угодно, лишь бы было. Помимо окна, со временем стала кочевать и мебель поэта. В результате, начиная с серии 2009 года и до настоящего времени, определить, что где конкретно должно стоять, не представляется возможным. Внутри домика Бараша царит постоянный творческий хаос, как с мебелью, так и со стихами. Остановимся на этом и идём дальше. Помимо комнаты, в домике Бараша имеется также специальная ванная комната с окном, впервые засветившаяся в серии «Прощай, Бараш». Ванная комната оборудована умывальником, купелью, в которой Бараш моется сам, а также стирает свои вещи. Рядом с купелью стоит шкаф, но что лежит в нём, неизвестно. Шкаф предстаёт перед зрителем всегда в закрытом состоянии. Центральной системы водопровода в Ромашковой долине, разумеется, нет, поэтому предположим, что водой домик Бараша снабжается за счёт ручья, проходящего насквозь его замка. Снаружи домик Бараша двухэтажный, однако ни в одном эпизоде так и не был показан второй этаж жилища поэта изнутри. Впрочем, в каждом хорошем средневековом замке должна быть своя тайная комната. Пишите в комментариях свои предположения о том, что может хранить Бараш у себя на втором этаже. Другая тайна домика Бараша – куда выходит дым от камина? Камин ведь рабочий, а трубы на крыше замка нет. Может быть, дым как раз поднимается на второй этаж, а оттуда уже через окно выходит на улицу, и вот весь секрет непоказываемой комнаты жилища поэта. Такое возможно, но подобное устройство дома было бы крайне странным и неудобным. Впрочем, у всех Барашей своей причуды. А теперь обратим внимание на более мелкие детали интерьера жилища Бараша. Повсюду встречается изображение герба рыцарского рода Бараша. Сердце с половинками алого и белого цвета. На щите, над дверью, на коврике. Стены комнаты увешаны различными картинами. Натюрморт с цветами. Портрет рыцаря, вероятнее всего, предка Бараша. Портрет Бараша или его предка в образе Пушкина. Миниатюра с двумя овечками, картина или фотография дерева, по всей видимости, того самого, стоящего возле дома поэта. На стене в комнате, помимо картин, висит календарик, на который, правда, хозяин дома, скорее всего, забил и давным-давно его не переворачивал. Одно из главных украшений дома – старинные настенные часы с барашком, выскакивающим наружу каждый час и отмекивающим точное время. Кстати, еще у бараша есть самые настоящие шпаги и лежат они рядом с зонтиком. Так что всем смешарикам, а прежде всего нюше, следует быть всегда на чеку. А на этом наш первый рум-тур можем считать законченным. Пишите в комментариях, как вам наш новый формат, а также напишите, рум-тур какого домика записать следующим. Подписывайтесь на канал, смотрите другие ролики на канале, регистрируйтесь на форуме и до новых встреч!